Три совета о том, как основать свое дело и эффективно его вести. Первый и самый важный совет – просто начните. Часто люди придумывают идею для бизнеса и начинают рассказывать друзьям. Вот у меня есть такая классная идея. А надо просто взять и сделать. Реализовать идею – это значит запустить бизнес. Вывести продукт на рынок. Обязательно надо выпустить какой-то продукт. Часто люди откладывают выпуск продукта, пытаются довести его до идеала и в итоге не выпускают вообще ничего. А если ты выпускаешь продукт рано, пусть даже сырым, то ты сразу получаешь реакцию пользователей. И можешь понять, оценить, сработала ли твоя идея, выдержала ли она испытания реальностью. Не надо тратить время на проекты, которые обречены на провал. Не бойтесь. Бояться надо, конечно, потому что стартап – дело рискованное и безумное. Но важно понимать, что хуже потратить кучу времени на разработку продукта и так и не выпустить его, потратив года два или три, чем выпустить продукт через шесть месяцев и провалиться. Потому что тогда вы уже будете знать – идея не работает. А если вам покажется, что идея имеет право на существование, всегда можно сырой продукт доработать, а потом еще, а потом еще, пока он не будет готов полностью. Третий совет. Будьте очень аккуратны с деньгами. Денег никогда надолго не хватает. А чем больше у вас денег, тем больше шансов на успех. И часто умение растянуть бюджет на как можно более долгий срок – ключ к успеху. Как запускать процессы, чтобы они автоматически сами себя выполняли? Как работать с днем, а ночью управлять компанией? По-моему, это вполне адекватная модель. Ты получаешь зарплату за свою обычную работу, а в свободное время после работы управляешь делами. И это интересный, популярный способ вести дела. Многие успешные предприниматели так начинали. В нашей работе над компанией президента Обамы социальные сети нам здорово помогли. С помощью соцсетей мы общались с разными группами избирателей. Вся история с New Bicycle. Obama is your New Bicycle. Была завязана на соцсетях. В основном мы использовали Twitter и Facebook и Tumblr. Twitter и Facebook все еще очень важные социальные площадки. И будут оставаться такими в обозримом будущем, несмотря на то, что появляются новые виды социальных сервисов. Мне очень нравится Twitter. Им приятно пользоваться. И еще он быстро растет. Twitter меня больше возбуждает, чем Facebook. Но в общем и целом не знаю. Я терпеливо жду, что будет новым большим хитом. План Б на сайте rbk.ru